Двое суток, 40 детей в сопровождении нескольких взрослых находятся на границе, вернее на ее нейтральной полосе между Монголией и Россией. Сообщение о том, что монгольскую делегацию не пропускают на сопредельную сторону, появилось 23 марта. Делегация еще сутки назад должна была принять участие в Улан-Удэ в детском конкурсе «Балтер-Психоры». Эту информацию подтвердил нам и ее организатор. Казус заключается в том, что буквально со вчерашнего дня коллектив Селингинского Аймака Монголии, будем так говорить, героически пробивается на территорию Российской Федерации. К сожалению, вчера переход не удался. Мы, в свою очередь, конечно, ждем, надеемся на их участие. Говорить о том, что дети на нейтральной полосе остаются голодными, нельзя. Они получают горячее питание и они имеют доступ к туалетам и умывальникам. Пояснить, по какой причине монгольская делегация не смогла попасть в Россию, сегодня в нашей съемочной группе Управления пограничной службы ФСБ по Бурятии отказали. Но из информированных источников известно, что в монгольской делегации находились посторонние лица, а главное, у сопровождающих детей преподавателей не были должным образом оформлены документы, регламентирующие переход государственной границы. Проще говоря, монгольская сторона отнеслась к зарубежной поездке как к визиту в сельский клуб соседнего села. Да еще и попутчиков с собой захватили. В Генеральном консульстве Монголии подчеркнули, что знают о сложившейся проблеме на границе и беспокоит судьба оставшихся на нейтральной полосе детей. Но, как заявил нам в телефонной беседе вице-консул Монгольской народной республики господин Ингбол, представители детской делегации в данное время приводят в порядок и оформляют должным образом все документы. Сейчас делегация по-прежнему находится на международном пункте пропуска кяхта. Если все будет в порядке, то 24 марта монгольское детское хореографическое искусство будет представлено на галоконцерте «Балотерпсихоры» в Театре Бурятской драмы. Намсарай, Намсараев, Виктор Немаев, Алексей Ионов. Новости дня.